Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на календаре 25.05.2022 год. Мы с вами въезжаем в Голубицкую, это Тимрюкский район. По трассе практически не было машин ни на Крым, ни сюда. Дороги пустые, хотя идут просто бешеные ремонты и в прошлом году стояли больших. У нас автомобилями будут пользоваться в этом году гораздо больше. Давайте посмотрим ценники на бензин. Дизельное топливо 52.36, 92.49.12, 95.54.98, сотка 62.15. Здесь вот видите, открывается Азов-Экспо, экспедиционный центр Вина. То есть ведутся работы. Тротуары должны даже появиться. Направо сюда место у них находятся аттракциончики. Мы сейчас заедем сначала на центральный пляж, а далее потом вернемся. Вот вам, пожалуйста, улица, которая ведет на центральный пляж. И можете увидеть, насколько здесь пусто. При этом у нас приходит хорошая погода. Температура воздуха за бортом плюс 20 градусов. Удивляет, конечно, то, что нету и не встречаются номера с другим регионом. Ну, а говорить про отдыхающих вообще не приходится. Улица Курортная, набережная. Мы сюда потом вернемся, сходим на пляж. Там находится столовая, в котором в прошлом году попался один неинтересный предмет, так сказать. И давайте смотреть, что здесь. Могу отметить, что вот тут работает ларек. Единственный с какими-то товарами курортного ассортимента. Круги продаются, матрасы. Можете увидеть, что возле всех этих домов практически нет автомобильных средств. Ну, вот какие-то отдыхающие все-таки присутствуют. Или это просто детишни. Отдыхающие, ура! Здесь находится как раз-таки дом там енотов, ферма крокодиловая. Тоже пустота. Будем думать, что все готовится. Хотя никаких подготовительных работ, честно, я не вижу. Все везде пусто. Никого нет. Но там впереди машины есть. 25 мая, да, у нас ни одно заведение, честно, вообще не открыто. Отдыхающих, в принципе, не видно. Температура воздуха у нас вот здесь. Мы сейчас подальше от моря находимся. Вот такая 26,5. То есть, в принципе, жарко. Не то, что прям тепло, жарко. И вот такая пустота. Вот это грустинка, ребятки. Появляются вот строители, которые делают эту работу. Будет, наверное, что-то типа каких-то заведений, либо дополнительные ролеты, чтобы издать в аренду. Кафеечки, которые в прошлом году в это время работали, еще не функционируют. Домик, который здесь стоял, его перенесли туда дальше. Поезд так запрещен. Здесь будет работать кемпинг. Пока не работает. И вот такой элемент и благоустройство сделали. Симпатично. То есть, преображение центрального пляжа есть. Мы сначала на центральный пляж не пойдем. Пойдем вот тут прогуляемся. Потому что здесь находится озеро с грязями. Санузел работает. 23 рубля прошлый год подготавливает к открытию. Это тоже хорошо. Блин, может мы где-нибудь сейчас отдыхающих еще найдем. Все чисто, убрано. Добрались до этого места. Водичка чистая, в принципе. Ну, я не буду рушить надежды всех тех людей, которые любят заниматься здесь грязелечением. Занимайтесь. Говорят, что помогает. Говорят, что полезно. Зайти туда поглубже. Вот видите, с правой стороны мы видим кучки грязи. Есть также вот с правой стороны завозная грязь. Типа луканическая привозят. Ее тоже можно там за денежку поднимать. Ванна грязевая здесь абсолютно бесплатно. Для всех желающих зашли, намазались. Температура водоема 24,5 градуса. То есть, вполне себе тепло. Можно приходить и наслаждаться грязелечебными процедурами. Надо как, ребята, отдыхать. Вот так вот выглядит эта грязелечебница. Тут также продают грязь. Можно с собой взять и забить. Вот, смотрите, фото. Это циник такой вот был. По крайней мере, в прошлом году. Посмотрим, как изменится в этом. Можете увидеть, что все чисто, готово к запуску. Не хватает только желающих отдыхать. Вообще, пустота, конечно, удручает, что нет людей. Вроде погода хорошая. Вроде все отлично. Все прошло полностью. Весь кемпинг. Людей нет. Но, в принципе, все чисто убрано. Готово для ваших приездов. Вот в том году здесь были деревья красивущие такие. Они погибли, к большому сожалению, от волн. И вот так вот выглядит сейчас пляж. Посмотрите, какой цвет у моря. И как оно классно смотрится, когда ветер дует с берега. У нас сейчас ежичок поддувает. И поэтому нету сильных волн. И водичка лазурного цвета. Прям очень клевая. И вот так вот выглядит побережье. Ракушечки. Можно приехать, и пляж будет только ваш. Красота. В прошлом году здесь посмывало пляжи. Из-за того, что были сильные шторма. Сейчас, видите, подняли немножко брусы. Вы посмотрите, какая здесь красота стал. Кописочек. Прям такой же, как у нас в Анапе. Все из-за того, что сейчас речка Кубань выносит свои воды. И тот же самый песок, которым формировались наши Анапские дюны. Анапская пересеп. Сюда, в Азовское море. И, пожалуйста, появляются вот такие берега. Шикарные для отдыха. Если вы отдыхали на Азовском море, пишите, как вам понравилось или нет. Будет интересно узнать ваш ответ. Потому что все мы знаем, что там проблемы с медузами были. Ну, возможно, вам повезло. И вы в какие-то даты были здесь. И было все, наоборот, прям супер хорошо. Насчет вот смытого пляжа. Кто помнит, насколько далеко вот эта спасательная вышка стояла от берега. Сейчас ее волнами уже обмывают. Вот так вот море наступает на свои берега. К большому сожалению, унося километры отличнейших пляжей. Ну, выглядит это прямо очень красиво. Такое лазурное морюшко. Свет. Берег песчаный. Красотища. По территории пляжа стоят мусорки. Видно, что разгребли песок с тротуаров вдоль этих ларочков. Но никаких работающих заведений, к сожалению, пока не видно. Будем думать, что они откроются, но чуть-чуть попозже. Вот здесь, на центральном пляже, мы видим даже первых отдыхающих. Это не может не радовать даже. Правда, купающихся нет. Только загорающие. Можно увидеть, что даже здесь загорают вовсю. Получили хороший отзыв. Там, как в Голубицкой. Добрый день. Скажите, почем лежаки в этом году? По 200 рублей, чем на день. По навесу 150. Цена будет меняться или это уже все? Не, не будет меняться. Так и останется. Спасибо большое. Хорошая работа. Как видоизменяется пляж? Если здесь были камни и он уходил дальше, то там, наоборот, был шире. То есть песок перегнало в это место и камни засыпало. Теперь туда дальше прям такой свободный проход. Сейчас мы попросили его замерить. Вячеслава, температуру водички. Сколько? Не, не, ты подожди. Подожди, сейчас все будет. И посмотрите, вот в правую сторону, сколько еще мест. Шикарных пляжей. Ну, красота. Одним словом. Ребята, температура моря Голубицкой 19,3. Здесь люди жалуются на холодную воду. То есть у нас Черное море сегодня с утра было 17 с небольшим градусов. Вот такая вот разница. Пляж действительно расширился. Появилась вот песчаная коса. Чуть-чуть дальше. То есть получается, как у нас на море. Начало такое углубление, потом коса. А может быть вообще в дальнейшем он туда дальше прям продлится. Купающихся пока ни одного не видел. Хотя море теплее, чем наше Черное. Это меня прям удивляет. Так, передевалочки здесь есть. Места для отдыха есть. Тарковые точки потихонечку выставляются. Даже крема, купальнички продаются уже. То есть ваша задача приехать. Я Азовское море порадовала тем, что оно теплее, чем Черное. Ну и плюс, как моя подписчица сказала, есть возможность в Лиманчике в Том купаться. Будет прям очень теплышко и хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь можно увидеть, что торговые палатки открываются. Для кого непонятно, ну, главное, люди создают, как говорится, вид работы. И вот сейчас подъезжаем к одному еще пляжу. То есть тоже интересное место, хорошая дорожка. Здесь очень вкусная была столовая. Туда дальше, влево. Вот здесь. Друзья, вот здесь находится столовая. В прошлом году, блин, я плохо там не поел один раз. Хотя, вроде, было бы неплохо. Все на вид и там общались хорошо. Можете посмотреть, отзыв мой о ней. Мне, может быть, не повезло. Такое тоже бывает. Здесь раньше было поле свободное. Сейчас мы можем увидеть, что установили забор. И, конечно, так сказать, красота этого прохода к морю прям совершенно изменилась. И здесь впереди еще была одна столовая. Сейчас посмотрим, может, она хотя бы есть на месте. Может быть, под кемпинг что-то делают. Первая щелковица появляется на деревьях. Выглядит интересно. Даже мусорки вот такого формата есть. Видите, мешки чисто подевали, на кольцо заморачиваться надо. Люди покидали, поубирали. Чистота, красота. Наша любимая столовая прошлогодняя вообще. Даже ни намека на открытие нет. Выглядит прям печально. Ну, будем надеяться, что откроют и все будет по-другому. Пляж Олмар готовится тоже к открытию. Видим, что устанавливают помосты для прохода людей. Там дальше навесики. Девчонки фоткаются. О! Чувак, я смотрю, так перепил и переотдыхал. Прям лежит, кайфует. Вон там люди купаются дальше в море. Тут как-то пошире стало, я смотрю. Места больше. Навесов пока нету. Вот так вообще. Красота. Магазинчик пятерочка, пожалуйста, работает причем. Люди здесь ходят. А вот парк аттракционов хотелось прогулять, но он пока закрыт. Здесь тоже можем увидеть, что закрыто полностью все. Причем даже не видим никакого элемента оживания перед сезоном. Просто закрыто и все. Колесо не крутится, бабло не мутится. В общем, все печально пока. Вот в плане того, что работы инфраструктуры. Ну, вроде бы что-то готовится к открытию, но пока не открывается. Прям интересно. Вокруг небо голубое, одна тучка зашла и у нас дождь пошел. Давно это слепой дождик. Такого не видел я. Главное, чтобы нас сейчас не закрыло так прям дождем. В общем, курортная составляющая, голубицкая, пока не функционирует. Мы едем туда вот на дальний, так сказать, пляж. Еще тоже интересный довольно-таки. Но не открытых ворот на базах. То есть там обычно, когда работают, они там ворота открытые. Люди ходят там на отдыхе. Подготовка какая-то идет. Здесь он тоже полностью. Пустота. Хотя вот кафе у столовой Оазис. Здесь смотрим, что есть столики на улице. Наверное, что-то пытается работать. Потому что здесь поприличнее. То есть едем, хотя бы какая-то движуха на улицах видна. Люди ходят. Ну, здесь и больше гораздо количества бас отдыха. Но опять-таки все номера у нас практически местные. То есть приезжих не видим. Убирают сотрудников. Объявления висят. Ну, может быть, я хочу слишком многого, чтобы голубицкая сейчас работала. Хотя в прошлом году я в это время приезжал. Здесь жизнь уже кипела. Сейчас, конечно, только подготовка местами. И то не везде. Меня это прям очень удивляет. А вот, пожалуйста, детский батутный центр. Для детей даже какие-то развлечения запустились. Хотя детей не видно. Здесь, смотрите, еще один магнит. Барфишка. И отдыхающий. Вот самое красивое, что можно увидеть в Голубицкой. Сейчас это в шортиках. Ребята, сто процентов на отдыхе. Так, мы приехали еще в одно очень интересное место. Это вот, если в Голубицку уезжать, и вправо, и до конца хорошей дороги. Там люди приезжают на отдых. Очень много домиков было построено в этих местах. Никто не верил, кстати, в развитие этого места. Теперь оно все есть. И здесь раньше был еще кемпинг. Территорию, я смотрю, кто-то тоже, походу, перекупил. И поэтому кемпинга здесь больше нету. Но построили вот ровное количество лорков. Они, скорее всего, работают именно в летний период времени. И на пляже есть там столовая, кафе прям на берегу. И это место мне очень нравилось, конечно, вот благодаря вот этим деревьям. Ох, серебристые. Ну, как вы понимаете, строители пришли, посносили большинство из них. Ну, пока здесь тоже ничего не работает. Но пляж хочется увидеть. Так, мы увидим, что тут, по крайней мере, подкрасили. Ох, какая стрекоза! Первая стрекоза в 2020 году. Большущая такая красота. Просто красота. Финтушами разворот, и нам чуть-чуть осталось дойти до моря. Обычно здесь собирается очень много местных жителей с темрюка приезжать. Потому что, ну, один из ближайших, популярнейших бесплатных пляжей. Сейчас мы видим, что никого нет, кроме нас с вами. И вот этой тучи, которая нам дождя принесла. Тучка, тучка. Посмотрите, в ту сторону такие большие песчаные широкие пляжи. И в эту сторону туда, до бесконечности все эти виды. Ну, красота. И вот девушка прогуливается босичком. Вот такая вот голубицкая. Прекрасное место для того, чтобы приезжать отдыхать. Главное, чтобы море не подводило. Не было медуз. Побольше, как говорится, южных ветров. И здесь вообще это можно сравнить с Мальдивами. Вы не представляете, насколько красиво выглядит пляж, когда сверху поднимаешься, когда вода не двигается. Вообще, капитальная красота. Надеюсь, что было очень полезно. Продолжение следует...